Приветствую уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. В Николаеве полиция со спецназом задержала группу лиц, подозреваемых в вымогательстве несуществующего долга. Об этом сообщает отдел коммуникации нацполиции в Николаевской области. Следователи следственного управления совместно с оперативными сотрудниками управления стратегических расследований ДСР при силовой поддержке бойцов спецподразделения КОРД и под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области пресекли преступную деятельность четырех человек в возрасте от 33 до 45 лет, которые требовали у гражданина несуществующий долг за поставку сельхозпродукции. 15 декабря на одной из автозаправочных станций областного центра фигуранты были задержаны полицейскими во время передачи им пострадавшим части денежных средств в сумме 130 тысяч гривен. Установлено, что все члены преступной группировки являются жителями Николаева, к тому же злоумышленники позиционировали себя как представители криминалитета и довольно известные в криминальных кругах. Во время санкционированных обысков по месту их проживания и в автомобиле полицейские изъяли денежные средства, несколько автомобильных номерных знаков, мобильные телефоны, а также психотропные вещества. В пресс-службе Николаевской областной прокуратуры уточнили, что задержание проходило на автомобильная заправочная станция в Корабельном районе города. Общая сумма, которую вымогали подозреваемые, составляла 47 тысяч долларов. Добавим, что задержанные входят в состав группировки «Холодули». Следователи задержали злоумышленников в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса. Сейчас при процессуальной поддержки прокуратуры задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 189 Уголовного кодекса Украины «Вымогательство», совершенное повторно по предварительному сговору, группой лиц с угрозой причинения тяжких телесных повреждений. Уже подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения фигурантам в виде содержания под стражей. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 7 лет заключения. Напомним, как 11 января 2020 года полиция задержала пятеро Николаевцев во главе с криминальным авторитетом по прозвищу «Осетр» за вымогательство у предпринимателя 660 тысяч гривен несуществующего долга. Задержание произошло после передачи первой части денег в размере 250 тысяч гривен. «Осетра» также связывали с хищением топлива с поездов. 13 января суд арестовал Вячеслава Осетрова, а на следующий день других подозреваемых в этом производстве – Антона Василюка, Михаила Хрипка и Валентина Пиге. 20 января Центральный райсуд Николаева арестовал с залогом в 600 тысяч гривен подозреваемого в вымогательстве Мамеда Рзаева. Одному из подозреваемых, Антону Василюку, 27 февраля суд облегчил меру пресечения до круглосуточного домашнего ареста. 6 апреля подозреваемый в вымогательстве с предпринимателя, житель Николаева Вячеслав Осетров, более известный по прозвищу «Осетр», вышел из следственного изолятора. Позже Николаевский апелляционный суд отменил залог для Осетрова.